ребят всем привет вы прекрасно знаете что у нас произошло произошли ужасные события девочкой и один какой один тут сидел чувак разрисован в чем не говорите один ехал сейчас это мой общение 812 ты чё куда номер два записи между гостей курьер хочешь позвонить своим друзьям зачем не не стой ничего не открывает все-таки глупенький вроде взрослый а глупенький чё с трупом твой труп твои проблемы пацанами чё как них найти пацанами чё делать вообще не понимаешь что делать у меня лопаты нет и чтобы закопать я просто все спонтанно делаю и оттворю полную херню просто не аффекта маньяк просто я понял похитил кирилла и санька возможно еще и вику потому что кирилл находился с ней тогда дома и оставил мне послание насчет того что ждет меня на игре смелы к и что-то послание но ничего координаты все тут написаны еще их не вбивал что позже гляну хочу короче опросить соседей может кто-то что-то видел поэтому я подъехал сейчас к дому кирилла попробую с кем поговорить может что-нибудь да полезно скажут просто не понимаю как вот эти приспешники вот эти вот маленькие по сути гномы могли справиться и с саньком и с кириллом как бы без маньяками самого клоуна они никто вот поэтому мне непонятно возможно кто-то еще из организации помог в этом то есть может быть еще там мужики здоровы хрен его знает для начала видоса ребят пишите на канал поставьте лайк огромную просьбу дать наверно 80 тысяч лайков прямо сейчас нажмите на паузу тыкните лайк от займет вас всего лишь одну секунду а мне реально это даст какую-то мотивацию вам дальше снимать показывать ладно пойду короче пообщаясь соседями пацанов надо как-то вытаскивать я не сейчас у меня очень сильная тошнота то есть вы нарвите что у меня состояние вообще никакое мне реально потому что ни хрена не спалось то что очень много мысли в голове в итоге я очень сильно уставший утомленный не максимально хреново мне хочется просто уже закончить наконец все это с маньяком у меня есть теперь ружье как вы помните сейчас я пытаюсь найти патроны еще к пистолету пока что безуспешно реально очень тяжело их достать но надеюсь что возможно что-нибудь да получится этим и тогда я смогу покончить ними раз и навсегда желаем приятного просмотра и пойдем уже к низу к низу смотрите . сериал тут стоит она в принципе сейчас пока не на ходу там из каких-то таких моментов вот поэтому она здесь изначально и была на самом верх на что здесь со мной на контакт люди пойдут чего ты че тут делаешь а ты че тут делаешь тебя не забрали теперь не забрали вчера что было можешь объяснить скажи что произошло просто я пришел соседи опрашивать а так сейчас ты мне к тебе расскажешь рассказывает порядку что произошло все как обычно кирилл пришел какой-то угрюмый после тебя всегда такой угрюмый я думаю чё произошло может реально там поссорились и еще чем спрашиваю чё произошло он говорит там-то на улице с кем-то там с кем-то на улице цепилась и так и не поняла что мы ни с кем не цеплялись но он сказал там на улице ну короче ничего удивительного после тебя все время такой приходит вот поэтому я решил его немножко развеселить разбудоражить поднять строение приду май пойдем там магазин куплен дюшесса посмотрим фильмы поиграем может быть вот такой типа сначала не чё за фигня потом согласилась вот я пошла собираться банку то ушло наш телефон скидок говорить подозреваешь со мной с тобой на я не знаю с кем он говорил но потом стучали в дверь кирилл открыть как всегда это подписчики я подошла и там два мужика просто огромный что один что другой высокий один с ножом но один с ножом один сбитый короче я я растерялась и сначала не хотела пускать на они меня оттолкнули истерика я завязала и кирилл тоже быстрее уходи я заперлась в ванной вот я пыталась открыть дверь посмотреть что происходит хотя бы но он навалился на одного человека а другой чего сверху навалился не кирилл типа закрой дверь я не выходил там шум и грамм и оры короче жесткая похода перепалка в общем тебя не забрали ну вот я потом подождала когда все утихнет вышла тут чел другой роется вообще везде в трусах что-то здесь залез куда-то роется ну и могу вообще пофигу на меня насрать есть я есть он говорит типа ты здесь не нужна грубо говоря передай что максима мы ждем где ждут сказали да то что фауст передал себе приглашение классно все еще подал как обычно так 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 сын кота уже забрали так ладно это больше не здоровые были значит это не те на кого я думал ребят получается это реально не приспешники вы потому что раз века говорит что это были какие-то здоровые мужики то это кто-то из организации возможно хрен его знает мне скажете я не знаю где кирилл да как обычно ты ничего не знаешь я пошел вы искать ты держись тогда нет если чего знаешь почему этот дурдом все время связан с тобой ты не можешь это объяснить почему когда ты какой-то дерьмо вляпываешься ты всех за собой несешь что можно чего в кое дерьмо я вляпываешь такое дерьмо мы вляпались все вместе здесь должны участвовать мы почему должны пропадать люди вот где теперь искать кирилла ты мне можешь сказать ну ты же говоришь фауст оставил мне приглашение да пост я оставил приглашение классно супер цирк продолжается да ну все это закончим рано или поздно слушай кирилл сам выбрал путь я никуда не принуждаю лезть не впутался в это не я впутались в это все мы конечно вот только знаешь чё кирилл выбрал этот путь и ничего что я не выбирал этот путь почему постоянно окей кирилл выбрал этот путь почему он после тебя приходит постоянно в тильте почему постоянно бешеный озлобленный спасибо большое за этого виктора да очень было здорово там уже все решили весь всю эту жесть да а когда кирилла реанимацию забрали мне позвонили с очень хорошей новостью то что его ножевое ранение спасибо тебе большое да мне надоело вся эта фигня не надоел уже этот цирк снимает 6 на эмоциях нет 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 и можешь больше не приходить не звонить чё хочешь то и делаю просто в общем сами все слышали вика меня просто очень сильно злоблена но ее можно понять то что она может сказать просто потеряла мужа но не буквально смысле потерял то что я надеюсь что все хорошо я сейчас дает то место чем нет не стоило то что хрен с ним со мной что случится но пацанов любом случае надо вытаскивать потом уже скорее с ними по ментам затаскать так далее короче был в случае мне ничего хорошего не ждет либо сейчас сдохнул фауста либо меня просто посадят за того чувака в лесу которую я бросил в общем один из двух раскладов и за это время надо успеть краски вытачить пацанов вот в общем-то и все сейчас буду убивать координаты смотреть где это находится и выдвигаться потому что я так понимаю меня там уже иди сюда у меня с собой ничего брать не буду чтобы никого не подставлять лишний раз собака игрок номер пять себя хуже заждались нечего скоро начнется какая чё вообще происходит ты же хочешь вернуть своих друзей то это быстрее не хочу тянуть время а чё это такое куда у тебя нет выбора одевай запись где все где пацаны это кто что все ржешь кто это ребята теперь при регистрации если выводите мой промокод вашинг то получаете бонусом до 25 тысяч рублей на свой первый депозит это касается новых пользователей поэтому если вы зарегистрирован давно то советую вам создать новый аккаунт и там как раз таки вести этот промокод при регистрации для того чтобы сразу на первом депозите у вас уже появился вот такой крутой бонус ссылка закрепленный комментарий чешен привет вы кто участники а в чем участвовать не секрет шоу фауста весело вас не смущает то что здесь все постели на целлофаном стены в целлофане ребят может вам лучше домой пойти кто выпендривается и он помочь пытаюсь но серьезно вас заставили что прийти тогда зачем вы здесь дверь открытая выходите а ты чё молчишь ты чё здесь делаешь ну какие вас причина не пойму чё вы замолчали то нахер счастье не за счастьем пришел опять луна до началась сука что за цирк то устроил я ничего не устраивал да говорит и нормальным голосом во-первых не ори на меня ты пришел ко мне в гости а не я к тебе понял а теперь слушай что я скажу все эти люди которые здесь собрались они пришли зачем-то особенным каждый ищет свое счастье свою идею свою боль свое страдание поэтому мы здесь все сегодня собрались я действительно рад то что сегодня вот мы собрались здесь я хочу с каждым из вас сегодня познакомиться вот поэтому у нас сегодня с вами такой нет не тайну небольшой ужин отпусти ребят домой так я никого не держу они сами ко мне пришли максим сами я сомневаюсь так что также держишь их друзей здесь я никого никогда не держал и не держу принципе если только тебя я сколько раз говорю что мне с тобой очень интересно играть очень и ты всегда проигрываешь моих играх но посмотрим как сегодня ты поиграешь в мою игру и победишь ли ты в ней или нет у меня есть к вам ко всем небольшой вопрос мне интересно узнать чего вы боитесь больше всего вот давай начнем с себя какой твой самый главный страх потерять все деньги серьезно у тебя страх просто быть бедным беззаботно все же страшно это очень страшно но не то давай начнем себя чего ты боишься потерять родителей до родителям это очень страшно потерять это слишком душевная рана которая очень знакома мне а а что и ты что же скажешь я боюсь смерть смеет какое знакомое и очень сладкое слово смерть но не то но почти а чего ты боишься друг мой смерть близких что что еще раз он сказал смерть близких в точку смерть близких это это очень очень глубоко очень как бы это все сказать чтобы вы поняли одним словом да нам не интересно ну да ладно чё за херня у нас на столе тебя вообще никто не спрашивал тебя то я хочу с вами об этом немножечко с вами познакомиться поговорить поэтому приятного аппетита кушайте у нас небольшой так будет обед поэтому приступайте не бойтесь не бойтесь не кусается приятного аппетита ребята кушайте я не буду есть почему с чем это связано я вегетарианец опа интересно а сколько ты уже занимаешься этим три года хорошо твой страх это потерять бедность стать точнее бедным правильно сколько какую бы тебе сумму предложить пятьдесят тысяч хорошо хорошо сто тысяч задумался видишь макс видишь деньги то все решает кушайте 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 не ешьте это помнишь мою сказку которые тебе рассказывал когда мы с тобой встречались он просто мешал мясо человека с мясом говядины а вот оно как видишь а ты говорил что ничего не получится кушайте кушайте не бойтесь приятного аппетита не ешьте это я спрошу они уже сделали по кусочкам ну так что пока вы кушайте я задам вам один вопрос кто готов играть в то зачем мы здесь собрались если те которые не хотят играть то тогда вас ждет машина около входа вот отпусти их пусть идут машина я никого не держу ребят валите давайте пока машина там он же дал время а давайте пока мы здесь все находимся я у вас спрошу зачем вы здесь для чего вы сюда пришли да давайте начнем с тебя я азартный игрок я потерял все свои деньги занял микрозаймы теперь я в розыске в районе если меня уйдет то мне проломит голову коллектора что ли просто ну смени район это не так блин критично мистер фауст обещал помочь и я помогу у тебя денег то нет как ты им поможешь у меня есть все Максим только ты об этом не знаешь я помогу каждому кто останется здесь в этом доме сегодня ребят я был в шоке от того что чувак пришел туда на игру просто из-за того что ему обещали помочь закрыть долги то что ему нужны деньги ну так иди и работай работай как все остальные работают ищи способы заработка ну типа просто играть в казино там где-то сливать бабки но это не варик и азартные игры это не есть круто но есть игры в которые можно обмануть систему и я про эту игру много раз уже рассказывал ребят это не реклама то есть это реально увидеть то что все сталкиваются с проблемой финансов и смотрите тут подсказка в которой рассказывают подписчикам как играя в онлайн игру можно зарабатывать бабки то есть вы не будете там проигрывать потому что вы именно не на удачу рассчитывать а рассчитывать на алгоритм который просто уже отработан и очень хорошо работает просто летать и зарабатывать 10 тысяч рублей каждый день чтобы у вас не было такой надобности не было страха обеднеть вот как то так продолжаем смотреть ты зачем сюда пришла я пришла чтобы отомстить месть я сама не справлюсь этот человек должен умереть просто страшно кому ты желаешь смерти отчиму он причина смерти моей матери он ее убил он убил ее головой батарею брызги крови разлетались по всей квартире он опять спрашивал деньги у нее на бутылку она и отказала я тогда набрала ванну чтобы смыть всю кровь он спросил у нее опять она ему отказала и тогда он взял и утопил ее ваню когда он понял что она уже не всплывет просто ушел я тогда провелась тело матери всю ночь на утро пришли соседи проведать и это просто с тех пор я живу у бабушки а этого ублюдка посадили сказав что у него психическое расстройство то есть он в дурке ну в дурке же возможно хуже чем в тюрьме он же как овощ напичканный там сидит и я помогу ей отомстить но ведь убить его это хуже чем чтоб он в дурке просто оставался она будет мстить ему до тех пор пока она не очистится зачем ты сюда дущёл друг мой все моя семья погибла после этого я попал в психушку после этого меня не берут на работу и отошел наверное единственный выход чтобы начать новую жизнь как он тебе поможет начать новую жизнь в чем он тебе работодатель нормального найдет или что или историю то их болезни удалит откуда как ты обещал им помочь ты просто запудрил им мозги всем я никому ничего не пудрю и никому ничего не собираюсь обещать того что я не сделаю если я говорю то я сделаю понимаешь иначе вот он допустим надеется он узнает это в конце когда он попит это кот в мешке это бред кот в мешке кот в мешке ладно продолжим дальше ты зачем сюда пришла моя сестра она она заболела у нее рак мозга и нужна срочная операция очень дорогая также деньги на таблетки и у нас нет такой возможности Фауст обещал помочь я дам ей денег все зависит только от нее и от ее удачи в чем заключается игра игра заключается в том чтобы победить побеждаешь у тебя будет все вообще все проигрываешь увы делать что надо делать надо это вы все узнаете в ближайшее время да начнется игра ты хоть скажи что сейчас надо будет делать что это здесь для чего эта херня вообще на руке нужна что за бред так что за бред и все и и и Ребята, вы понимаете, что возможно сейчас в опасности? То, что это... Вы не видите, что это не уронавешенный просто психопат? Нет, я должна помочь сестре. Ты ей не поможешь, если ты сейчас здесь будешь находиться. Ты сделаешь только хуже. И ваши проблемы финансовые это никак не решит. Ну что, начнем игру? Даже ближе не делал. Что делать надо? Сейчас я вам все расскажу. Это что за херня? Руку. Зачем ты ему руку так активно протянул? Что ты сейчас делаешь, с ним собрался? Положили руки на стол и у вас есть 20 секунд на раздумье. Перед вами путь. Кто будет кого первым? Время пошло. Выбираем, выбора нет никакого. Так, тик, так, тик, так. Черт! Какого хрена? Нормально, с тобой все правильно? Нет. Я вас предупреждал, что этим все не закончится. Ты чего, ты хватит? Зачем вы? Я говорил, валите просто отсюда. Стопай, что ты сидишь? Уходи. Общать на место. Я предлагал вам уехать, но вы никуда не уехали. Вы остались здесь. Ты же сказал, ты никого тут не держишь. Так я сейчас тоже никого не держу, но я предлагал уехать отсюда. Я давал право выбора и шанс. Но им никто не воспользовался. Поэтому продолжаем игру. Ха-ха-ха. Ваше право выбора. Время пошло. В этом вся суть твоей игры что-то заключается? Делай! Тик, так, тик, так. Ха-ха-ха. Браво! Браво! Не интиментация. Браво! 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 Следующий. Так. Прости, мне нужна победа. А-а-а! А-а-а! А-а-а-а! Интересно, да? Как тебе игра? Охуительно. Ты счастлив то, что ты остался здесь? Мне друзей надо вытащить. У меня выбора нет. Давай быстрее уже, закончим с этим говном. Ну-о-о. И последний, наши конкурсанты! Три. 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 Вот. И. Вот. Так. Не понадобится. Вот. Грина пошла. Кирилл. Молодцы! Все справились с заданием! C'è? Это еще не все. У нас еще будет второй раунд. Убирай! Быстрее меня! Ну что? Второй раунд Не трогайся! Тебе никто еще не давал права что-то здесь трогать Что ты выберешь? Ножом Ее или битой себя? Быстрее думай! Себя Ха-ха-ха! Хороший выбор! Как в порядке? Да Продолжим игру Что ты выберешь? Битой его Или его ножом? Это же нож Быстрее! Потерпишь чуть-чуть? И... Бил! Бил! А что ты выберешь? Ножом ее? Или битой его? А? Какая интересная игра, не правда ли? Да! В чем суть твоей игры, если ты постоянно страдаешь? Почему ты не разных людей выбираешь? Я даю право выбрать тем, кто хочет выполнить условия игры! В чем выбор, если всегда один человек участвует? Что ты выберешь? Ножом ее или битой его? Здесь нет друзей! Здесь одни конкуренции! Как тебе игра, Максим? Ты не справедливаешь правила? Здесь моя игра! И я здесь устанавливаю правила! В любое время должен быть баланс, у тебя его нет! Баланс? Баланс есть! Что ты выберешь? Битой его? Или ножом ее? Выбери битой меня, я не знаю, кого-нибудь другого! Почему его-то везде? Я тебе дал выбор выбирать! Либо ножом ее, либо его битой! Ты как? Справлюсь! Быстрее! Браво! Браво! Второй раунд на этом заканчивается! Ну что, начнем третий раунд? Сколько всего будет? Не торопи время, мой друг! Всему свое время! Чего-то у меня? Так, джинцы! Немного занимательная игра, не правда ли? Замечаешь? А может ты с нами поиграешь? Я в свои игры не играю, в них неинтересно играть! Итак! Значит ничего! Быстрее! Извините, пожалуйста! Можно побыстрее все раздавать? Спасибо! Перед каждым из вас лежит карточка! Ну? Каждый из вас должен выбрать! Либо две минуты под водой, либо карточку! Что ты выберешь, друг мой? Две минуты под водой или карточку? Карточка! Прошу! Что это? Стакан! 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 Очень интересно! Давно такого не было у меня, что стакан кто-то выиграл! Сейчас! Благодари! Не пей! Ты должен это выпить! Что там находится? Что в стакане? Прозрачная жидкость! Я не здесь! У тебя нет футбол! Раз! Два! Три! Браво! Браво! Что, нормально? Что, дым за рта идёт? Убери! Убери! Что было там? Блядь, там кислота была! Не каждый может выдержать серную кислоту! Продолжим! Что ты выберешь? Две минуты под водой или карточку? Долгой! Ты проверен? Продолжим! Прошу! А вы что, все лежите-то? Телефонных, погнали! Ну, там играет! В смысле, играет? А ты в гиташку, что ли? Да! Ты бы еще на самокате бы хасанил! В смысле? Ну, я и нормально, я на скутеру заработал! Я доволен, типа! Ты прикалываешься? Там по промокоду, по моему даже, если везти, там тачку дают! В смысле? Ты мне сказал, на твоем проекте зарегаться, я и зарегался! То есть, ты на моем серваке, да? 12 вайт! Тут суета какая-то с полицией! Короче, ребят, Кирилл облажался немножко, он зарегался в новом серваке, то что, как вы знаете, я полностью сейчас окунулся в Блэк Рашу, играет там на серваке 12 вайт, вас также туда зазывает, чтобы вы с нами рубились, с нами стали в банде. Кирилл уже играет, но он катается на скутере, хотя мог просто промокод мой ввести, который сейчас вот вы видите на экране, и по нему сразу вам дается VIP статус на несколько часов. То есть, с ним уже гораздо проще начинать, и также дается тачка, и вы уже сможете там нормально кататься, чтобы не начинать там с самокатов, как он. И также, ребят, помните, я вас в прошлых роликах просил скидывать в личку мне ваши никнеймы, я буду добавлять вас в беседу, в которой будем общаться строго по игре, то есть строго по серваку, там какие-то сходки устраивались и так далее. Так вот, я не ожидал, что будет так много людей, так много желающих, и мне, в принципе, физически неудобно всех добавлять в беседу. Поэтому, короче, рядом с ссылкой на игру, также укажу ссылку на беседу, вступайте в эту беседу, и там будете общаться между собой, с нами, если вдруг будет там что-то интересное, будем вам сообщать. Также там периодически будут различные всякие промокодики, различные бонусы, которые вам также помогут в игре. Они, как мне обещают, будут достаточно полезными для вас. Поэтому, ребят, ссылка в закрепленном комментарии, в описании, залетайте. Для тех, кто не знает, игра, Блэк Раша, там суть в том, что это симулятор реальной жизни. Вы можете быть кем угодно, можете быть там грузчиком, самокатером, там, не знаю, скутеристом. Скутеристом сказал бы мне... Ну, вот, Кирилл, Кирилл, короче, там достаточка пиццы, судя по всему, вот. Но вы можете стать там хоть криминальным авторитетом, хоть полицейским, все от вас зависит. Нет никаких ограничений, все, что вы хотите реализовать в реальной жизни, вы можете реализовать абсолютно все там. Поэтому залетайте и присоединяйтесь. Такого еще не было. Открывай. Пустая карточка. Да ты счастливчик. Ты под водой протяжался две минуты. И еще карточку пустую выделил. Какой ты молодец. Ты пропускаешься летний раунд. А теперь что выделишь ты? Две минуты под водой? Или карточку? Карточку. Может, две минуты? Четыре минуты под водой. Может, все-таки не надо? Пройдемте. Четыре минуты даже нереально продержаться. Четыре минуты под водой. Она выбрала карточку. И карточку ее будет судить. А не ты. Прошу. Осталась только ты. На меня смотри. Что ты выберешь? Две минуты под водой? Или карточку? Две минуты. Принеси, пожалуйста. Класс. Класс. Выбирай. Твою ж блядь. Белый или правый? Ты сейчас одна. Выбирай. Ты серьезно думаешь, что сейчас сможет вывести себя в глаз? Белый или правый? Где баланс? Где пустая карточка, а вот и глаз? Исполняй. Быстрее, молодец. 20 секунд. Твою ж... Ты больной ублюдок, сука. Выбудьте нас отсюда. Это теперь твоя очередь. Две минуты под водой? Или как? Сдохну так сдохну. Что это такое? Это джокер. Бонус. Специально для вас. Присоединяйся к своим друзьям. Ну что? На этом раунт окончил. Ее отпусти хотя бы, смотря на истекает кровью. Все остаются здесь. До конца игры. Присыпай в следующем раунде. Дальше, давай уже заканчивай с этой игрой. Не ори. Ты на моей игре. Я в твои игру уже поиграл в свое время. Хватит. Ну что? Следующий раунт. Давай же быстрее. Скажи, где я? Как я тебе это сделаю без ножа, без всего? Ничего нет, что в сапоге. Что в тот раунт? Как-нибудь хотелось. Тут ничего, Саня, нет. Что-то у вас слишком очень много осталось, дорогие друзья. Надо повысить планку. Быстрее! Чего ты хочешь? Перед вами четыре стакана. Не трогай! Перед вами четыре стакана. Каждый из вас выбирает себе любой стакан. Да плевать, тут рандом. Там, что там, какая-то херня нарисована. Тебе кто-то давал разговаривать или тебе опять рот скотчем заклеить? Чего? Стакан нарисована. Стакан нарисована. Что можно сказать? Либо сдохли. Ты пить будешь? У нас выбора нет. Каждый из вас должен выпить содержимое этого стакана. В течение 20 секунд. Я видел, что было с чуваком за рандом, которого я пила. Что было? Гроби пошло! Кислота, может быть? Тик-так. Тик-так. Я не буду пить. Давай, быстрее. Тик-так. Тик-так. Молодец, девочка. У нее что-то... Ну вот. И остались самые сильные. Что ты делаешь? Спасибо. Ну что? Как тебе моя игра? Я не знаю, Саня. Что ты молчишь? Мне нечего тебе сказать. Нечего? Хорошо, нечего. Ну тогда продолжим. Давай. Дайте сволоку! Тихо. Я сейчас надо встретить. Отдвигай за стол. Куда? Ближе к ним. В смысле? Быстрее! Попадай. Какие послушные игроки у меня. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Чего дальше? Ну, давай, давай, давай. Теперь перед вами два стула. Вы начинаете бегать вокруг него. Вокруг них. Когда закончится музыка, вы должны будете съесть. Последний пысягик прыгал. Детская игра, которую я импровадил. Ну что, начнем? А ну-ка, друзья, мам, я напеваю. Пусти, пусти! Ты проиграл! Ты проиграл! Ты проиграл! Ну что, это был пятый раунд. Все, никого не осталось. Остались и тут двое. Ничего. Один победитель тебе должен быть. В игре всегда только один победитель и оставить проигравшую. Перед тобой выбор. Нож взял. Дори, Санюк. Перед тобой выбор. Либо ты режешь его, либо ты режешь себя. 20 секунд на раз выжить. Предсказуемо. Да это же бред вообще. Это было слишком предсказуемо. Он правильно сказал. Кирилл, а что нарезать? Да кого я буду резать, блядь? Да ладно, я пошел. А куда я буду... Это и есть мой пресс. Чего? Одного друга ты спас. Мы можем идти? Нет, это тебе надо. 20, что за 20? Давай валить отсюда. Надо искать Кирилла. Его тут точно нет? Нету здесь никого, кроме какого Кирилла. Давай валить камеру, сейчас я заберу еще одну. Да. Все, давай, валим, валим, валим. Забирай все и валим. Е-мать, сколько трупов просто за полчаса времени. Сука. Неадекватный урод, блядь. Давай быстрее, Санек. Да куда ты телефон еще? Быстрее. Все, валим. Ребят, что случилось дальше? Как вы поняли, маньяк просто нарушил сам свой же уговор, сам свои же правила, которые он дает. И сделал вот нам такой вот выбор. Что было дальше, увидите в следующем ролике. На этом всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И так же, ребят, для тех, кто нуждается в бабках, а сейчас, я думаю, все в этом нуждаются. Вообще, как мы поняли уже, по чуваку, который сидел за столом, у которого тоже боязнь стать бедным. Если у вас тоже есть такая боязнь, если вы боитесь остаться без денег, то вот тут перед вами видос, смотрите, на него нажимайте. И по этому видосу я рассказываю своим подписчикам, как никогда не остаться бедным. То есть просто вы будете зарабатывать 300 тысяч рублей в месяц. Просто подумайте, сколько это 300 тысяч рублей в месяц. Это по 10 тысяч рублей абсолютно каждый день. Больше десятки не пробуйте, но по 10 тысяч можете смело зарабатывать. И нужно просто играть в онлайн игру и играть ее именно по моей стратегии, которую он там указал. В общем, как так, залетайте и зарабатывайте. На этом все, до новых встреч, пока.